Здравствуйте рыболовы, работники F-магазина. Данное видео снято специально для F-магазина. И в нем я проведу обзор замечательного воблера от компании Strike Pro Warted Toad. Он перед вами. Выпускается вот в такой красивой упаковке. Вот он выглядит таким образом. В переводе означает, что это лягушка. Действительно он похож на мохнатую, такую бородавчатую лягушку. Но это, ребята, бомба очередная в наших коробках. Я в этом году уже такой потерял. Перед этим поймал двух головлей на него. А потом его откусила щучка. Это воблер в длине 45 мм. В версии является плавающий. Заглубление от 0,5 до 1,2 метра. Вес 5,5 грамм. Воблер новый. Проверим плавучесть. Действительно он плавает, но ватерлиния очень высоко. То есть торчит он действительно как лягушка. Глаза и часть спины. Но мне показалось, что он лягушку-то головлю совсем не напоминает. И вот этот цвет, их там цветов всего пока что 6. И практически все цвета компания такие лягушачьи. Зеленоватый, ну так вот с оттенками лягушки. Да и один этот самый дешевый, он практически черный. Таких лягушек практически не бывает. Но вот я взял специально с уклоном на головля. И действительно так оно и есть. Головль сразу воспринял это как какое-то насекомое. Ну я уж не знаю точно. Сразу атаковал этот воблер. И щука довершила дело. И откусила. И мне пришлось вот докупать. Что же это за воблер? Это абсолютная новинка от компании Strike Pro. Огромные такие мощные петли. На них крепятся нержавеющие маленькие, но прочные заводные кольца. И два острейших, померно больших, вот этот размер тройника. Тело матовое. У данной окраски. Это окраска 208. Вот такое. И покрыто такими бородавками. Действительно лягушачьими. Глаза выше всех похвал. Красивые глаза лягушачьи 3D. Лопатка. Трапециевидной формы. Довольно таки большая. Спереди находится углубление. Уже как у именитых воблеров. Но она дает такую лучшую управляемость. Это углубление. У многих воблеров она встречается. Тело изогнутое. И сплюснутое. Внизу написано Strike Pro. Ну вот он похож. Напоминает он мне. Тоже у Strike Pro. Есть бустер. Жук. Они выпускали. Тоже новинка. Два года. Три может. Со дня выпуска. Вот он мне очень напомнил. По игре. По своему поведению. В воде. И так оно в принципе и оказалось. На него. Так же. На тех же проводках. Атакует его головль. Хорошо. Другая рыба. Что касается рыбы. Я так понял. Любая хищная рыба. На него. Будет. Ну а я. Планирую. В первую очередь. На головля. Езя. И жериха. Ловить. Причем. Все это. Нормальных размеров. Мелочь. Наверное. Он будет отсекать. Этот воблер. И проводка конечно уместно здесь. Равномерная. На снос. Можно ловить. Я уже попробовал. Апстрим. Отлично. Он заводится. Чуть быстрее. Просто подматываешь. И все. Держит течение. Это тоже неплохо. Держит течение. Не переваливается. Не заваливается. Но лучше всего. На мой взгляд. Он ведет себя. За струями. За перекатами. Перед перекатами. Где-то у берега. Где уже перекат теряет свою силу. Течение. Вот там он. Ну и можно на струе держать. Даже просто держать. Я все это уже попробовал. И могу об этом смело сказать. Что данный воблер заслуживает внимания. И наверное не помешает в коробках головлятников. Возможно у меня сработал просто эффект новизны. Но и слава богу. Пусть у всех остальных. При покупке этого совсем недорогого воблера. Два-три раза сработает эффект новизны. Это уже хорошо. Две-три. А может и больше. Хороших. И зрелищных рыбалок. Я рекомендую покупки данный воблер. Купить его вы сможете на fmagazin.ru. По ссылке в описании к видео. На этом мой обзор закончен. Всем спасибо за просмотр. До свидания.